Меня зовут Владимир Сидоренков, я мастер по заточке инструмента. Я занимаюсь заточкой инструмента с 2013 года. Затачиваю бытовой, парикмахерский и маникюрный инструмент. Больше всего я хотел продемонстрировать свою мастерскую и станки компании ADEMS. Одна из, скажем так, частей этих станков. То есть у меня станков в заточке порядка 8 штук. Я хотел продемонстрировать конкретные станки, то есть что на них можно делать и как на них можно работать. Один из первых моих станков в мастерской, который появился, это станок ADEMS PRO. Он немного видоизменен в плане того, что я здесь заменил движок на мощный. То есть в компании ADEMS это идет станок с двигателем 240 ватт, я поставил 350. Просто мне это было необходимо. Но платформа, манипулятор, который здесь существует, они, соответственно, сохранились. То есть вот таким вот образом это все крепится. И, соответственно, манипулятор создает определенную динамику в заточке инструмента. То есть здесь можно затачивать бытовой инструмент. Это канцелярские ножницы, хирургические, партняжные и маникюрные. Также есть еще приспособление, называется HELPER. Он состоит из подставки, скользящей платформы, к которой крепится алмазный карандаш. То есть ей очень легко можно устроять биение круга. То есть вот таким вот образом карандаш подвигается к камню. И вот такими вот движениями мы выравниваем биение по передней части круга. Второй станок, который появился в моей мастерской и, собственно, который я хотел бы порекомендовать, это станок ADEMS Full Drive. Он хорош тем, что у него есть магнитная платформа, куда очень легко крепить металлические диски, на которых крепится, точнее не крепится, а клеятся шкурки. То есть он прост в обращении, да, то есть мы поставили, прилепили магнитный диск и мы можем включать станок. То есть у него есть аверс и, соответственно, у него есть реверс. То есть это очень удобно при заточке инструмента. Вот. У меня, соответственно, наклеено вот такое вот количество всевозможных шкурок разных, да, по зернистости. То есть что упрощает мою работу в заточке, там, бытовых ножей, парикмахерских ножниц. То есть для парикмахерских ножниц у этого станка существуют манипуляторы с держателем, на котором можно изменять необходимый градус, да, и, собственно, также делать подачу на шкурку и затачивать данный инструмент. Также хочу продемонстрировать станок, который находится в моей мастерской. Это станок ADEMS Front Play. На нем можно осуществлять заточку, скажем так, профессионально, ну, двух элементов, да. То есть первый элемент – это ножевой блок. Это ножевые блоки, которые устанавливаются в машинку для стрижки волос. И он затачивается на конусной части планшайбы, да. Также у этой планшайбы есть обратная сторона, она является плоской. То есть, соответственно, на плоской стороне я затачиваю ножи и решетки для мясорубок. Включается он, вот здесь, ручка тумблера. Его скорость вращения – 1350 оборотов в минуту. То есть после выключения у него здесь на задней стороне крышки существует тормоз, да. То есть мы можем его остановить. И для того, чтобы нам работать, в принципе, с этим станком, также нам необходимо понадобиться порошок оксид алюминия. После нанесения порошка вот этим деревянным брусочком я распределяю зерна равномерно по всей планшайбе. Оксид алюминия насыпается на планшайбу после того, как мы наносим сюда масло. То есть масло держит этот порошок на планшайбе, и мы можем себе позволить затачивать инструмент любой жесткости металла. Также в моей мастерской присутствует станок, называется он ADEMS GMT. Его преимущество в том, что у него есть круги револьверного типа, да, то есть установленные внутри кожуха. Вот, то есть можно их перекручивая, ну, сменяя, да, потом фиксируется это эксцентриком, и, соответственно, можно осуществлять заточку. То есть для чего предназначен этот станок? Здесь есть держатель, который двигается влево-вправо, да, и вперёд-назад. То есть сюда устанавливаются щипчики, и, соответственно, потом они подносятся к кругам. Вот. Удобство заключается в том, что здесь устанавливая щипчики и поднося к кругу, можно, ну, скажем так, в отсутствии ручной заточки делать качественную работу именно по заточке щипчиков. То есть здесь можно делать три функции основных. Это заточка по передней поверхности, внутренняя, заточка по фаскам, и формирование по щёчкам толщины фасок. Вот. Удобство также заключается этого станка в том, что здесь есть световая подсветка сверху и световая подсветка, соответственно, снизу, да. То есть что очень важно, когда мы устанавливаем инструмент, и нам нужно видеть просвет относительно инструмента, просвет подведения к кругу. Также в мастерской присутствует станок, в простонародье его называют гриндер. Гриндер – это ленточный станок, да. То есть здесь заправлена лента 1600 мм. У него есть частотник, да, то есть, которым можно, соответственно, регулятор, да, вращение, то есть можно от нуля до 3000 оборотов его вращать. У него здесь есть платформа, площадка, да, то есть которой можно также изменять угол наклона, да. То есть можно также располагать любой инструмент, опять же, бытовой, там, те же самые стамески, да, то есть ножи, топоры, лопаты, вот. И, то есть можно выставлять любой угол, который мне необходим для заточки этого инструмента. Вот. Смена ленты здесь происходит очень быстро, и не нужно, ну, как бы, никаких дополнительных телодвижений. То есть лента снята, да, и можно взять любую другую ленту с позернистости и, собственно, её сюда же установить. То есть также она очень быстро устанавливается, то есть мы заправляем в ролики, сейчас, секунду, заправляем в ролики, отжимаем газовый амортизатор, да, то есть лента, соответственно, сюда установлена. Также здесь есть настройки по удалённости стола, да, относительно самого, ну, непосредственно станка. Вот. То есть мне этот станок, конечно же, очень сильно помогает в плане заточки бытовых инструментов, да, то есть, повторюсь, это ножи бытовые, топоры, лопаты, даже затачивал недавно катан, ну, то есть японский меч-ладенец, кладенец, вот. То есть, как бы, очень удобный станок. Рабочие характеристики этого станка, ну, примерно вот такие. И здесь можно регулировать его вращение. То есть, если нужно заточить какую-то очень тонкую мелкую деталь, то посредством уменьшения скорости, да, то есть можно варьировать подачу ленты. Вот.